МИНУТА В МИНУТУ РАДИО Я слышал, что врагов лучше держать поближе. Это сказал тот, у кого было мало врагов. Зима близко. К чему приведут Игры Престолов в современном мире? Цикл программ о явлениях, знамениях и интерпретациях. Культ Просвет. Ведущие Денис Ханов и Вадим Родионов. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня в эфире вновь программа «Зима близко». И если вы помните, в рамках этой передачи мы обсуждаем актуальные политические темы и вопросы. Те темы, которые, возможно, не всегда появляются в других СМИ, может быть, даже замалчиваются или являются, условно говоря, неприятными, сложными, непонятными. И поэтому не всегда вызывают интерес общественности. Но в то же время, мне кажется, целый ряд тем связывают нас с глобальным миром. И это одна из тем сегодняшней беседы. Мне кажется, латвийское общество на протяжении последних десятилетий страдает от некоторого провинциализма, который происходит или создаётся не в силу обстоятельств или экономических процессов, а мы часто сами каким-то образом вгоняем себя в это состояние, входим в пространство провинциализма, когда мы отказываемся следовать либо глобальным тенденциям, либо боимся их, что вполне понятно, и не пытаемся найти нашу собственную нишу. И экономическую, я имею в виду и внешние, скажем, внешнеполитические аспекты, и в то же время те темы, которые интересуют меня как культуролога, понятно, что я могу только в очень ограниченном объёме судить о целом ряде вопросов. Но то, что мне как человеку, который следит за общественно-политическими вопросами в латвийском обществе неприемлемо, это то, что мы в какой-то степени в конце 80-х годов, пытаясь, вне зависимости от того, какого этнического происхождения мы были, пытаясь всё-таки выйти на пространство свободы, пытаясь разрушить ту атмосферу советского политического и культурного гнёта, который был, каким-то образом исторгнуть из себя советщину. Мы вернулись к тому же провинциальному состоянию, к той же, по сути дела, советской системе мышления, от которой старались уйти, освободиться, которую старались уничтожить в конце 80-х. Я думаю, что многие русскоязычные помнят, с каким воодушевлением они хотели присоединиться и участвовать в деятельности, в идеях и в, скажем, в действительном процессе Народного фронта. Я знаю моих многих педагогов и коллег, которые отозвались на эту тему, на призыв участвовать в создании новой Латвии. Мы хорошо помним, что одно из серьёзных травм, всё ещё неразрешённых и необсуждаемых особенно в Латвийском обществе, является, конечно же, последующий за этим закон о гражданстве, о появлении такого явления, как негражданин. Кажется, что на фоне всего того, что происходит сейчас в мире, в глобальном мире, пандемия, которая постоянно уносит сотни и тысячи жизней в день во всём мире, казалось бы, такие темы могут поблекнуть и должны быть отодвинуты на задний план. В то же время, я думаю, что во многом именно реакция на целый ряд правительственных мер в этой области, она в какой-то степени связана с общей атмосферой недоверия и разочарования, которые присутствуют в Латвийском обществе. И я не думаю здесь только о тему того, что целый ряд русскоязычных, может быть, среди них есть ваши коллеги, друзья, может быть, вы сами, не доверяют правительству или условно-вариаполитической элите именно потому, что существует та тень прошлого, тот призрак, который, скажем, сейчас носит имя не гражданин или люди без гражданства или тогдашний закон середины 90-х о гражданстве. Я думаю, что в какой-то степени мы можем видеть странную, на первый взгляд, довольно далёкую взаимосвязь между тем, как мы носим маски, носим ли мы их, следуем ли мы предписаниям, соблюдаем ли мы так называемые эпидемиологические протоколы и требования, и тем, как строился диалог и общение между властью и населением. Мы прекрасно знаем, что можно долго игнорировать реальность, но от этого реальность не закончится и, как правило, мало изменится. Реальность будет идти своим ходом, своим чередом. У неё есть своя внутренняя логика. Если мы в ней не участвуем, то мы в какой-то степени отказываем сами себе в возможности её менять. Если мы не меняем общество, тогда, по идее, нам не на что жаловаться. Но мы продолжаем жаловаться, мы продолжаем игнорировать. И, конечно же, нередко, когда садишься в такси, то успеваешь заметить, что маска, которую человек либо не носит, либо носит неправильно, она больше, чем маска. Это больше, чем небольшой, скажем, кусочек ткани и резинки. Это символ. Это, с одной стороны, символ своеобразного общественного договора и согласия между политической элитой, экспертным сообществом, учёными и обществом о том, что мы на данный момент находимся в ситуации очень опасной, в ситуации, которая чревата смертями многих из наших близких и дорогих нам людей. Казалось бы, этот консенсус, это согласие довольно легко осознать, сохранить, сохранить как раз через участие в нём. Вопрос, почему довольно многие люди даже по опросам либо не верят в то, что ковид существует, либо считают это своеобразным тайным заговором и заговором элит против населения. И даже если кто-то заглянул бы в, допустим, программу «Панорама», которая проходит ежедневно по латвийскому телевидению, то опрашиваемые на улицах жители Риги нередко отказываются даже от будущей вакцинации, именно потому что они произносят ключевые слова «не верю», «не доверяю», «у меня сомнения» и так далее. Не доверяют учёным, не доверяют правительству, потому что учёные хотя бы не поступают, но они, естественно, в публичном восприятии находятся в близком контакте и в тесной связи с политической элитой. Ясно, что мы в современном мире, в мире, который полон заговоров, теорий заговоров, всё, что кажется людям направлено против них, против их благосостояния, этот мир полный мифов, историй, которые нереальны, но для многих в их восприятии в сознании реальны. В этом мире очень важно именно доверие, причём доверие, которое основано на фактах, но, к сожалению, последние десятилетия подорвали веру даже факты. И, конечно же, последние несколько лет глобально, в мировом масштабе нам показывают, насколько быстро может сократиться, рухнуть, рассыпаться пространство реальности и правды. Да, устное народное творчество говорит, что правда может быть у каждого своя, и можно привести целый ряд пословиц и поговорок, которые могут нас убедить в том, что уже в старину, в фольклоре существовал такой постмодерн, недоверие, скепсис, дистанция, ирония, всё то, что характеризует постмодерное общество конца XX века. Увы, XXI век показал, что есть постмодерн, иными словами, состояние, когда ирония и дистанция в какой-то степени из научного, интеллектуального мира перебросилась, как такой пожар, на широкие слои населения, в результате население обрабатывает недоверие и дистанцию, согласно, может быть, своим каким-то представлениям о том, что, по сути дела, политики и экономика на протяжении десятилетий игнорируют социальные интересы людей, их нужды. Я прекрасно понимаю, что в какой-то степени маска, которую таксист отказывается надевать, это свидетельство того, что он отказывается верить тому, что правительство на данный момент делает для сохранения жизни самого человека, потому что нередко таксисты — это люди преклонного возраста, именно те, кто находится, согласно представлениям учёных и исследованиям особой в группе повышенного риска. Тем самым получается, что человек ставит под угрозу своё собственное существование и свою жизнь не потому, что он злостный, уклоняющийся, не потому, что он глуп. Никаким образом я бы не хотел обвинять подобного таксиста в глупости, а потому, что произошло когда-то, где-то давно нечто, что разорвало социальную ткань нашего общества. Я думаю, что если мы говорим опять же о масках и о следовании всем предписаниям, не следует не потому, что не видят угрозы, не следует потому, что глубоко, хронически, если уже мы используем литинскую лексику, не доверяют современному латвийскому политическому эстеблишменту, политической элите и правительством, какие бы они ни были. Фамилии премьеров могут меняться, и это происходило в Латвии в середине 90-х довольно часто, но не меняется и довольно-таки углубляется, стремительно углубляется недоверие к политической элите. Мы уже говорили и в рамках передачи «Культпросвет», что нам остро необходимо общее культурное, социальное и политическое пространство. И, моими словами, нам нужно ткать эту ткань заново, ткань социального пространства, где мы все можем доверять друг другу, где мы можем быть солидарны. И здесь я бы хотел постепенно от маски и от пандемии перейти, может быть, к другому аспекту. Дело в том, что параллельно существующие, скажем, трещины или пропасти между политической элитой и населением, причем здесь я не имею в виду только русскоязычных. Я думаю, что столь же много претензий и недоверия, и скепсиса и у латышских представителей латвийского общества. Мы видим, что латвийская экономика десятилетиями развивается по довольно брутальной, жестокой, неолиберальной логике. И я должен, к сожалению, сказать, я думаю, что критика — это горькое, но полезное лекарство. Ситуация с пандемией — это всё-таки не только доверие, это всё-таки не только маска или какие-то предписания, это ещё и состояние системы здравоохранения. Я понимаю, что сейчас на протяжении этих месяцев, это дело почти года, наши медики, специалисты, врачи, медсёстры, санитары и так далее, они действительно совершают подвиги, о которых мы с вами, может быть, и не подозреваем. Эти подвиги начинаются с того, что люди одеваются в тяжёлые, сложные одежды, носят маски, не могут толком дышать и так далее. Я думаю, что это действительно герои, потому что медики спасают жизни. Верите вы в это или не верите? Мы уже знаем, что сами врачи сейчас находятся на грани, скажем, того, что их силы просто заканчиваются, заканчиваются, многие из них сами заболели, многие просто не могут выносить больше эту нагрузку. Но нам нужно указать всё-таки пальцем на последние десятилетия и на политическую элиту, которая именно из-за неолиберального экономического принципа сокращала общественный и публичный сектор, сокращала количество больниц, закрывала их, переструктурировала, как правило, с тенденцией на уменьшение, уменьшение количества мест, уменьшение количества самих больниц и так далее. И, к сожалению, именно экономическая политика, та самая неолиберальная политика, на протяжении этих десятилетий следовала логике, кто выживет, тот выживет. И именно поэтому, к сожалению, у нас катастрофическая ситуация с налогообложением, у нас резко сокращается и продолжает сокращаться количество тех, кто активно работает и платит налоги. Мы прекрасно знаем, что отток рабочей силы всё ещё продолжается, продолжается каждый день. В этой ситуации мы потеряли множество высококачественных, квалифицированных, образованных специалистов в области медицины. Мы потеряли этих людей, потому что они вынуждены были уехать из-за социальной ситуации в разные страны Европы и мира и там обосноваться и получать достойные зарплаты. Я сейчас говорю, конечно же, не о конкретной ситуации с пандемией. В этой ситуации медики показали, что даже не дождавшись достойных зарплат, они каждый день будут выходить на работу, они будут входить в палаты, они каждый день будут подвергать свою жизнь риску заболевания и даже смерти. И они будут продолжать свою работу, но они продолжают её вопреки, а не при помощи государственной политики, которая действительно уничтожала, добивала социальный сектор. Мы видим, что у нас всё ещё неразрешённая тема, скажем, привлечения извне рабочей силы. Нам нужны мигранты, и латвийское общество должно стать обществом мигрантов. Я знаю, что для многих, даже для русскоязычных, эта тема, это слово, хотя бы одно это предложение, уже является либо скандалом, либо ужасом, либо чем-то близким к катастрофе. Но здесь я хотел бы вернуться к тому, с чего началась сегодняшняя наша беседа. Именно речь идёт о глобальных процессах, о глобализации. И я думаю, что мы с вами к этой теме можем вернуться сегодня, после того, как мы отправимся с вами на небольшой перерыв. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Уважаемые радиослушатели, мы вернулись в студию. И, как я обещал до перерыва, мы могли бы поговорить сегодня о очень важной составной части именно, скажем, развития латвийского общества в будущем. Я уже упомянул о том, что становиться мигранским обществом нелегко для общества, которое, в принципе, на протяжении последних десятилетий было довольно закрытым. Мы, как люди в быту и как общество в целом, довольно быстро освоили целый ряд западной европейских технологий, культурных практик, например, отдыха, путешествий, жизни, восприятия реальности и так далее. Мы великолепно соединены друг с другом в всевозможных социальных сетях и, в принципе, не являемся технологически отсталыми. Но отсталые мы, увы, я должен признать это, отсталые мы именно в смысле восприятия глобализации и глобального пространства как пространства для всех. Мы в какой-то степени отказываемся другим, а не сидим, а другим, в той глобальной солидарности, в правах, которыми мы сами пользуемся и которыми мы наслаждаемся. И здесь речь идёт о различных меньшинственных группах. Я уже несколько раз упоминал в нашей программе, что солидарность — это универсальный принцип, который подразумевает равноправное участие всех групп в публичном пространстве. Знаю, что по материалам, скажем, наших дискуссий, по вашим звонкам создаётся впечатление, что главная проблема именно в области солидарности и прав человека — это институт негражданства, это неспособность политической элиты пригласить к участию, скажем, большую часть тех русскоязычных, которые не являются сейчас гражданами страны. Очень медленные темы натурализации. И, по сути дела, темы эти сейчас, особенно на фоне пандемии, якобы становятся совсем архаичными, неинтересными, неактуальными. Но я думаю, это ошибочное представление. Во многом я полагаю, что нам необходимо думать о том, какое место мы, как латвийское общество, займём в глобальном пространстве, и что это за глобальное пространство. Ведь глобальное пространство — это не только глобальное удовольствие, наслаждение от технического прогресса, от общества потребления, от шопинга, от отдыхов и так далее. Мы можем сесть, или могли сесть до пандемии, после вакцинации мы вернёмся к такому интенсивному образу жизни. Но всё это, по сути дела, только одна составная часть глобального мира. Целый ряд других тем в латвийском обществе либо игнорируется, либо замалчивается, причём замалчивается коллективно, не только политической элитой, но и общество, скажем, довольно неохотно занимается тем, что анализирует критически своё собственное состояние именно в этом стремительном глобальном потоке. А здесь я хотел бы сказать прежде всего о культуре прав человека. Это глобальное явление, это универсальное явление. И та структура, к которой мы принадлежим, европейское сообщество, структура, которая помогает нам неоднократно выбраться из экономического и финансового кризиса, не будем забывать, что именно благодаря Европе наше общество и наше государство не разорилось, скажем, почти десятилетия назад. Но это ещё и общество, и пространство, в котором в качестве основной идеи циркулирует принцип прав человека. Это универсальный принцип, которому нельзя, в котором, возможно, нельзя находить какие-то исключения, нельзя создавать какие-то параллельные формы и структуры. Права человека для всех, и здесь нельзя создавать очередь. Здесь не может быть классового общества или вагона первого класса и второго класса. Здесь нельзя сказать, а вы подождите, вам не надо. Именно универсальность прав человека делает их эффективным инструментом в борьбе за реализацию наших собственных свобод. Каждый из нас, вне зависимости от того, где он находится, какого состояния его здоровья, экономическое, социальное положение, вера, этническое происхождение, сексуальная ориентация и так далее, каждый из нас имеет право быть свободным и счастливым. Если мы заглянем в конституции целого ряда стран, то этот принцип очень важен. Принцип обретения счастья. Индивидуального, но, естественно, и коллективного. Именно поэтому я думаю, что дебаты последнего месяца о преодолении дискриминации однополых семей и решении Конституционного суда Латвии о том, что латвийский парламент обязан в ближайшее время, в течение ближайшего года упразднить те инструменты, которые препятствуют равноправному отношению к однополым семьям. Это решение суда для меня было буквально несколько недель назад таким латком свежего воздуха. И я думаю, что таким оно должно было бы стать для всех нас. Почему? Не потому, что какая-то конкретная группа получила надежду на, скажем, равноправное и достойное существование в латвийском обществе. Именно равноправное. Потому что равноправие — оно для всех. Не могут быть одни группы равноправнее других, а в свою очередь другие группы как бы должны подождать, пока кто-то жалится и решит поделиться. Нет, это для всех навсегда и в равной мере. Так вот, это решение и особенно выступление, скажем, руководителя конституционного суда для меня было глотком Европы. То есть, когда я смотрел её интервью по латвийскому телевидению, у меня было ощущение, что мы как бы в Европе. А потом я задумался над этой фразой, которую произнёс как бы сам себе, и потом подумал, насколько печально, что это, пожалуй, первый раз, когда я по-настоящему горжусь представителем латвийского публичного пространства, носителем конституционных ценностей, потому что человек это думает не только о конкретной группе. Я думаю, очень важно, особенно для тех, кто устраивал пикет возле конституционного суда, протестуя против подобного решения, люди эти, по моему мнению, заблуждаются. Они заблуждаются не потому, что выступили против другой группы. Они имеют право заблуждаться. Они имеют право не принимать какое-то решение. решение — это тоже свобода. И свобода носит разные маски. Маска здесь, может быть, не в негативном смысле. Хорошо, у свободы много лиц, много ликов, много образов. Но суть в другом. Суть в том, что решение — это универсально как принцип. Все семьи, вне зависимости от их комбинации, от… Может быть, даже… Почему бы нет? В какой-то момент это может быть вероиспределение, в какой-то момент это может быть этническое состояние, этническая идентичность, простите. Может быть, это будет состояние здоровья. Неважно. Но другой является принципиально необходимой частью так называемой группы «нас» или «мы», то есть того максимально широкого пространства, которое мы называем латвийским обществом. И те, кто протестовали против этого, они в какой-то степени отказывают этому другому, инаковому, в его правах быть таким же, как и мы. То есть кто-то, даже пусть на уровне сознания или пикета протеста, решает отказать другим в равноправии. Почему? Да, я уже сказал, такое мнение, такое мышление может существовать. Это тоже частичка свободы и частичка демократии. Все те, кто сегодня, слушая нашу беседу или скорее даже мой монолог, будут не согласны со мной, тоже полностью имеют право быть не согласными, имеют право думать о том, что однополые семьи не имеют права на, допустим, получение каких-то таких же льгот, будь то зарплаты, отпуска, пенсии или ещё что-то, как, допустим, гетеросемьи. Но здесь речь идёт не об этом. Речь идёт о том, что это тот универсальный принцип, принцип свободы и равноправия, который должен распространяться. Почему? С одной стороны, можно сказать, что гетеросексуальное, белое, большинство, скажем, оно довольно спокойно может смотреть в будущее, его права обеспечены, его положение стабильно, никто не сможет ограничить свободы большой группы или большинства. Но демократия, та самая, которая позволяет большинству быть свободным, она о всех и для всех. Она, по сути дела, распространяется максимально на всей территории общества. Почему? Потому что стоит заглянуть в недавнее прошлое, 20-й век с одной стороны уже закончился календарно, но культурно и в нашем восприятии, в нашей памяти особенно, он закончился и не закончится ещё довольно долго. Именно поэтому я полагаю, что заглянув в историю 20-го столетия, мы увидим целый ряд примеров, когда, судя по всему, с тихого согласия того же равнодушного большинства, я подчёркиваю, именно равнодушного, демократия превращалась в ничто, она разрушалась, запрещалась, уничтожалась, она подделывалась под народную демократию, хотя это была вывеска, и личные праздники с большими гвоздиками и портретами вождей, они симулировали свободу и счастье рабочих и крестьян. А всё это мы, те, кто родились ещё в советском периоде, помним, и, конечно же, не хотим возвращаться туда. Но на самом деле именно в тоталитарных обществах 20-го века, будь то нацистская Германия или фашистская Италия или Сталинский Советский Союз, в этих странах и обществах происходила подмена, происходил обман. Обман ценой тысячи миллионов жизней, потому что именно тогда, когда свобода становится эксклюзивной, свобода только для нас, а не для тех, кто рядом с нами, именно в этот момент свобода умирает. Она превращается в прах, она превращается в антипод. В какой-то степени понятно, что прошлое это навсегда исчезло, но какие-то тени или призраки могут появляться из прошлого. Если мы посмотрим сейчас на ситуацию в Польше и Венгрии, то в этих государствах происходит подмена свобод, идей стабильности и безопасности. Безопасности, которая противопоставляется сложной, непонятной и, конечно же, опасной глобализации. Глобализации, в которой нас приглашают не участвовать, нас приглашают прятаться от неё. А прячемся мы от неё, в принципе, довольно-таки лицемерно. Мы с большим удовольствием используем все плюсы, все бонусы, всё то позитивное, что нам предоставляет свобода и общее европейское пространство. Мы как общество ленивы, и я отношу это ко всем к себе в том числе. Мы полны ксенофобии, мы в какой-то степени, как тот самый страус, пытаемся спрятаться от реальности. А реальность такова, что в этом мире давным-давно мигранты и беженцы имеют право на помощь, на то, чтобы их спасли, спасли от войн, спасли от тоталитарных режимов, спасли от преследований разных групп. Неважно, какого толпа. А инаковость имеет право быть, потому что мы тоже для кого-то другие. Инаковость не всегда тот другой где-то рядом или, может быть, за стеной, кого мы не видим. Мы тоже для кого-то другие, странные, непонятные, и в какой-то момент кто-то решит, что по этническому или признаку, или по региональному нам полагается меньше или не полагается вообще. И неважно, что это, социальная помощь, экономическая политика или, может быть, права на самовыражение. Я думаю, что в данном случае, когда мы говорим о том, что в нашем обществе смешиваются разные категории обид, страхов и недоверия, маска, которую не надевает таксист, она куда глубже, страшнее. Это нежелание слышать, это пространство, которое раздроблено по этническому признаку, это пространство, в котором этнический национализм, неважно с какой стороны, он вполне присутствует и среди русскоязычного меньшинства среди так называемых русскоязычных. Но любой национализм в какой-то степени затуманивает наше сознание. Мы таким образом готовы идти на пикеты против другого, который никоим образом не наслаждает своей культурой, своей идентичностью. Мы пытаемся отобрать кусочек свободы у другого, только потому, что призначно считаем, что нам недостаточно свободы. Мы в какой-то степени жадны, нам нужно больше и больше. И это происходит, конечно же, за счёт меньшинственных групп. Но ещё раз напоминаю, в любой момент мы при каких-то обстоятельствах, уничтожая сам принцип равноправия, рискуем тем, что мы в какой-то момент можем стать объектом всевозможных политических манипуляций, которые нацелены на сокращение пространства свободы. На самом деле, я думаю, что если среди нашей аудитории есть те представители, которых мы можем назвать негражданами, эти люди лучше всего могут знать, что такое, скажем, урезанное пространство политической свободы и действий. Именно мы, среди нас, но, среди русскоязычных, много неграждан, мы должны солидарны с теми, борются за свои права, потому что права — это для всех. В то же время ЛГБТ община или община геев, лесбиянок, транссексуалов и так далее, они тоже должны быть солидарны с теми, вне зависимости от этнического происхождения, кто, может быть, сейчас еще не является гражданами страны. Они должны быть солидарны с теми, кто борется за свои права в других областях, в социальных областях, в области здравоохранения и так далее, и так далее. Именно солидарность, солидарность нового принципа, новой формы, нового содержания должна стать в какой-то степени новой прививкой не от ковида, а от ковида в наших головах, от того самого вируса, недоверия, ксенофобии и вербального насилия в социальных сетях, которое унижает, исключает, анализирует людей. Если кто-то остается за дверями, естественно, мы не можем надеяться на то, что человек этот будет участвовать в том, что происходит в нашем доме или в квартире. Нам странно было бы ожидать от этого человека или от группы участия, заботы, тревоги за какие-то процессы и, скажем, то, что происходит конкретно в данный момент в латвийском обществе. Мы в какой-то степени, как общество, и элиты, и мы, как бы простые, смертные, отказывая другим в свободе, мы разрушаем это общее пространство, пространство согласия и солидарности, которое работает в других странах. И видим это, я вижу это на своем опыте, как это происходит в Берлине, в немецком обществе. Это принципиальный консенсус доверия между властью, канцлером и так далее, скажем, президентами федеральных земель и обществом. Да, там тоже есть проблемы, недовольные есть те, кто верит в теорию заговоров и так далее, и так далее. Некоторые партии на этом тоже зарабатывают, так что отнюдь это не идеальная ситуация, я бы сейчас ошибся, если бы попытался указать на какую-то идеальную модель. Но нам нужно думать о латвийском обществе. И в латвийском обществе у нас целый ряд социальных проблем, которые связаны именно с этим глубочайшим, таким очень древним, стабильным, устоявшимся недоверением, к политической элите. И в какой-то степени политическая элита тоже отвечает тем же. И мы продолжаем из года в год от выборов к выборам выбирать именно тех, кто эту трещину углубляет, расширяет. Мы выбираем тех, кто принципиально не доверяет гражданскому обществу. Мы выбираем тех, кто отказывает, например, женщинам в их правах быть защищёнными от насилия. Мы выбираем тех, кто издевается над темой феминизма, гендерного равноправия. Мы выбираем тех, кто игнорирует Стамбульскую конвенцию, которая, конечно же, не о унисекс-туалетах. Это всё полная чепуха. Речь идёт прежде всего об инструментах, которые помогают противостоять насилию, насилию над всеми, неважно от того, какого пола человек. Недавно в Латвийском обществе в СМИ опять заговорили на тему насилия. И я думаю, что это одна из тех, скажем, неудобных тем, которых мы можем стесняться, но которые реально существуют. И опять же, насилие, оно может быть и физическим, и вербальным, но в основе его лежит нежелание признать равноправие и на ценность другого индивидуума. Возможно, я говорю сегодня довольно абстрактные понятия, некоторые из них звучат папастно, может быть, даже некоторые неинтересно и отражают. Но я верю, что европейская пространство — это прежде всего пространство свободы для всех, для нас, для тех, кто является частью латвийского общества, но и частью европейского общества. Мы можем путешествовать на Райан-Эйр или бродить по побережью Тёплого моря на каникулах, но этим Европа не ограничивается. Европа — это ещё и территория, где мы пытаемся на протяжении столетий критически мыслить, и критическое мышление абсолютно необходимо для тех, кто пытается создать пространство доверия и солидарности. Мы должны помогать друг другу критически относиться к тому пространству, которое полно всевозможных ложных новостей, полно теорий заговоров, теории эти очень пышные, яркие, привлекательные. Они читают роман или смотрятся как триллер, но в основе подобных манипуляций, конечно же, является упрощение реальности и пространства. А реальность, та же глобальная реальность, которая у нас загнала, никогда не была и не будет односложной и лёгкой. Она всегда будет очень многогранной, непонятной, она может кого-то раздражать, но там нужно будет постоянно задавать вопросы. Поэтому в рамках нашей программы мы нередко пытаемся задавать вопросы, не всегда надеясь на то, что мы найдём ответ, но версии мы можем, конечно же, искать. Именно поэтому я хотел бы предложить вам продолжить нашу беседу, тогда, когда будет возможно вернуться к режиму в студии. И, конечно же, я буду стараться приглашать всех коллег и гостей, которые думают критично и будут помогать нам всем разбираться в том, что мир этот сложен, но он прекрасен, если мы доверяем другим, если мы их принимаем, включаем, если мы позволяем нам всем с помощью солидарности наслаждаться свободами, которые универсальны. Спасибо на сегодня. Это всё. Я надеюсь, что вы проведёте приятные выходные. Желаю вам, прежде всего, крепкого здоровья. Берегите себя, носите маски, следуйте всем предписаниям. Доброго вам здоровья и до следующей недели. Благодарю моего коллегу Родиона Золотарёва за обеспечение технического эфира. До следующей встречи. До свидания.